Итак, друзья, большая часть волатильности, что беспокоило так рынке неделю назад, весь шок и трепет рассосался, и сейчас мы видим, что уже S&P 500, второй раз протестировав уровни ниже отметки 5200, вынурнул на уровне 5450, а главное, данные по инфляции, вышедшие в Америке, они явно указывают на необходимость и возможность снижения процентной ставки Федрезервом уже на ближайшем заседании 18 сентября. Кстати, 56% участников рынка считают, что снижение будет на четверть процента, и 44% считают, что снижение будет на полпроцента. Напомню, что недели раньше, когда заголовки изданий пестрели именно историями о рецессии якобы в США, о том, что там все прямо скоро рухнет, как раз писали о необходимости вообще внеочередного заседания с немедленным снижением ставки на полпроцента. Сейчас вот этот расклад 56 на 44 в пользу даже четверть процентного снижения говорит о том, что действительно уже немножко панические настроения, они улеглись, так как не нашли оснований для себя. Данные по активности деловой в сервисном секторе, в секторе услуг, они оказались лучше ожиданий, соответственно, показали некоторый рост по сравнению с тем, что было месяцем и двумя месяцами ранее. То есть там данные, которые были по производственной активности, они, соответственно, нивелировались тем самым. Ну и, конечно, основной виток это вот данные по индексу потребительских цен. В среду они вышли и подтвердили, что да, может быть и не такими быстрыми темпами, но инфляция продолжает снижаться. В частности, так называемая корневая или стержневая инфляция, ядро, без учета продуктов питания и энергетики наиболее волатильных, они показали эти цифры снижения до уровня уже 3,2, это меньше, чем ждали 3,3, но главное, это продолжило тренд снижения. Если еще в начале прошлого года цифра приближалась к 6%, в марте этого года она была 3,8, то сейчас мы видим последовательное буквально месяц за месяц снижение потребительской инфляции. Да, при этом месяц к месяцу все еще прибавка в 0,2%, но с другой стороны это, в общем-то, нормальная обычная прибавка. Да, это не снижение на десятую долю процента, как было месяцем раньше, но это и отсутствие какого-либо стремительного роста. А по индексу производственных цен, то есть цен, который на выходе с производства, он вышел на день раньше, во вторник, и вовсе есть нулевой рост месяц к месяцу, то есть инфляция успокоилась, и в годовом исчислении она тоже оказалась несколько ниже, чем ее ожидали. Соответственно, это укрепило позиции тех, кто с самого начала говорил, что в основном происходящее есть просто техническая коррекция, дополнительно ускоренная и спровоцированная драйверами в виде стечения обстоятельств. Поэтому, собственно, бумаги наиболее перед этим набравшие скорость роста и теряли весь более всего. Бумаги связаны с искусственным интеллектом, чтично потребительский сектор, чтично банковский. Но вот уже NVIDIA стоит не двузначную величину, уже не 95 долларов за акцию, а 115, то есть как бы пошли вновь в рост. AMD прибавляется одна, бумага, которая более всего вызывала беспокойство, наверное, из числа именно бумаг, связанных с искусственным интеллектом, производством чипов. Сейчас там тоже более-менее налаживается движение. Ну и есть отчеты по неделе важные. Это Walmart, который только отчитает в четверг. К нему будет приковано внимание, потому что это очень большая компания, которая действительно характеризует настроение в потребительском секторе. И будут сравнивать, конечно же, с такой площадкой, как Amazon, безусловно, происходящая там, на Walmart, в том числе и как она продает в онлайне, а не только в гипермаркетах своих. Вышел уже отчет по Home Depot, это мебельные, можно сказать, магазины, связанные с ремонтом дома и так далее. И отчет более-менее приличный, точнее он даже в цифрах оказался приличнее, чем ждали, но снижен прогноз до конца года, а бумага не упала. Ранее на таких вещах, на нервном настроении, обычно бумаги падали, если прогноз до конца года понижался, а цифры по текущему кварталу выходили хорошие. Сейчас этого не произошло. Вверх взметнулся Starbucks, и это такое довольно знаменательное событие. Я много раз говорю, что Starbucks выпутается из всех передряг. Собственно, и передряг никаких не было. Да, замедлились продажи в Северной Америке и в Китае. Вот все. Но при этом были достаточно неплохие цифры в целом по миру, глобальные. И сейчас движение наверх вызвало смена менеджмента. И назначен человек, который привел к значительному успеху сеть Chipotle, мексиканский гриль. Эта сеть выросла чуть ли не на 800%, по-моему, процентов за полтора года там прибавила в цене. Бешеный буквально рост, очень успешные продажи. И главная работа с культурой компании, с определенными стандартами, с расширением ассортимента и так далее и тому подобное. Вот все это теперь Starbucks надеется, что будут внедряться у них. То есть вот эта вот история с назначением человека, который привел к успеху мексиканскую кухню, сеть эту. Сейчас это же ожидают и в Старбаксе. Взлет сразу цены на 20 с лишним процентов. Это, конечно, избыточно, потому что никаких фундаментальных вещей пока не произошло. Наверное, будет некоторое снижение обратного трясания. Но с цен 75 за акцию до 95 рост произошел. Наверное, по ценам каким-то ниже 90, если они будут, может быть, даже к 85 возврат. Я думаю, что Starbucks будут охотно сейчас покупать. Потому что этот менеджер, которого назначили взамен того, кто два последних года компанию ввел, Брайан Николова зовут. Ему, собственно, не только успех в Chipotle Mexican Grill приписывают, но и много-много других позиций успешных он занимал. В частности, Procter & Gamble успел поработать, поработал в Pizza Hut успешно. У Уолл Мартин, кстати, как бы занимал должный советик директоров туда входил. Харли Дэвидсон. То есть, этот человек, можно сказать, своеобразный, но не антикризисный менеджер, а менеджер, улучшающий культуру продаж, увеличивающий ассортимент. Соответственно, в том числе в условиях ценового давления, когда потребители ограничены в средствах, что сейчас, конечно же, в мире и наблюдается. Но при этом говорить о рецессии, то есть о спаде потребительской активности, на самом деле, преждевременно никакие показатели всерьез об этом не свидетельствуют. Во всяком случае, если брать нынешние стандарты, по которым оценивается такая потребительская активность. Конечно, не в единицах товара, да, с учетом инфляции люди несколько меньше могут себе позволить, чем позволяли два года назад, не говоря уже до коронавируса, что было. Но при этом компании смогли адаптироваться, большинство крупных компаний смогли адаптироваться, смогли ценовую политику подстроить так, что зарабатывают они столько же или больше, смотря какому эквиваленту инфляционному мы это считаем. Во всяком случае, по стандартам фонда Варенка, который ждет, что с ростом инфляции выше будет и капитализация компании, поскольку в деньгах будут, в общем-то, выше прибыли этих же самых компаний. Стабильность некого фонда Варенка в росте последних лет по сравнению с любыми единицами валют, будь то доллары, евро, российская, любая другая валюта, это, безусловно, говорит в пользу того, что будут продолжаться покупки с любых низов. Это не значит, что по прямой будет теперь после данных по инфляции обязательно рост, то есть там отметка 5400 пройдена вроде бы уже в мертвую, но вполне возможно, что еще попытки потестировать уровни 5200-5300, они могут быть, но скорее всего такие попытки будут выкупаться и выглядят уже достаточно маловероятным. Какой-то сценарий с серьезным обвалом рынка до конца августа, это выглядит во всяком случае не базовой историей, а скорее какими-то рисками, которые все еще остаточны, конечно же, присутствуют после некоторых потрясений этого месяца, которые уже были. Из отчетов, которые еще интересные вышли, я, пожалуй, отмечу только Эли Лили как компанию Biofarm. Я не большой любитель этого сегмента, но компанию такую как Эли Лили игнорировать в инвестициях, на мой взгляд, невозможно, потому что она не только показывает способность отталкиваться сейчас от очередного локального донышка, там было 966 на максимуме, 750 или около того на низах, значительно быстрая тоже техническая коррекция. И уже мы видим 900 снова за акцию после отчета. Это компания, которая по капитализации где-то втрое больше мерок всем известной, в пятеро больше, чем Pfizer, печально известный в пандемию, и где-то, по-моему, в 7 или 8 раз больше Bayer немецкого. То есть это действительно компания, которая стала лидером в своем сегменте, и благодаря в том числе реализации новых лекарственных форм, борьбе с излишним весом, с ожирением, в частности, вот последнее лекарство, которое они выпустили, я не знаю, как это правильно в Транциссии, по-моему, Манджаро это читается, но так или иначе, кто захочет, найдет. По последним исследованиям, которые за последние месяцы опубликованы, уже в реальном исследовании на пациентах массовых, уже когда было разрешено к продаже средства, около 10-30 человек обследовали, оказалось, что, скажем, на 76% чаще есть эффект хотя бы 5-процентного снижения веса, чем у ближайшего лекарственного конкурента. В два раза чаще теряли пациенты в весе до 10% и в три раза чаще до 15% по сравнению с продуктами конкурентов, например, среди конкурентов, называется компания Nova Nordisk. Ну вот так или иначе, это, наверное, детали, которые заинтересуются, что называется, любить ли этим заняться, но то, что вот это новое средство дало уже за коротчайший срок 3 миллиарда продаж, помогло вырасти квартальный прибыль на акцию до практически невообразимой величины, почти в 4 доллара за бумагу прибыль, при том, что ожидания были 2,75 и предыдущий квартал был 2,54. Ну, то есть это на самом деле очень значительный рост по суммам продаж, там тоже еще буквально недавно было 8,5 миллиарда в отметку ее проходили, а сейчас уже 11,3 и прогнозируется на следующий квартал до 12 миллиардов. То есть рост по прибыли, это если в квартал-квартал убрать, 42,5% гигантский, а в годовом исчислении вообще невообразимой 85 с лишним процентов. Поэтому можно говорить о том, что, конечно, вот компания явно лидер этого сегмента, так же как NVIDIA лидер в сегменте искусственного интеллекта, или такие компании, как Walmart и Amazon в потребительском, но Amazon еще и в технологическом, как мы понимаем, потому что это продажа облачной технологии, big data. Ну и, собственно говоря, по этому поводу очень привлекательны, на мой взгляд, сейчас цены на Amazon. Он немногим выше 160 долларов за бумагу после коррекции. Аналогичная ситуация с Google, несмотря на некие решения суда о возможности частичной распродажи этой компании, о том, что она может быть разделена по каким-то соображениям антимонопольным, в общем, рынок не особо верит пока в эту историю и понимает, что это как-то в любом случае будет решено в рамках тех же владельцев, либо смены, соответственно, власти в Америке после выборов. Ну, говорят, что это долгая еще история, но вот с Amazon вообще ничего подобного нету, как бы есть интерес у инвесторов покупать. Любопытный коридор образовался по Tesla, которая то 270, то 190 показывает за бумагу. Она, конечно, становится очень спекулятивной, но понимание, что да, она была излишне перекуплена летом, я вам уже говорил об этом в прошлых выпусках как-то, но и понимание, что нет причин соскальзывать куда-нибудь на условные 150 тоже есть, поэтому все, что около 200 или ниже, это, конечно, выглядит как покупка по Tesla. Ну и, собственно, весь практически спектр бумаг, кого что интересует, можно в данном контексте долго перечислять, но общая идея, что показанные в августе низы, скорее всего, останутся низами и на ближайшие месяцы, и что ожидание снижения ставки ФД резервов в сентябре вряд ли позволит как-то бумагам обрушиться, скорее подрасти еще в направлении хотя бы тех пиков, которые тоже, видимо, останутся уже пиками там на ближайшие месяцы, вот эти летние июльские пики, видимо, они не будут превзойдены, может быть, и до конца года, но что движение в том направлении продолжится, честно говоря, у меня мало сомнений. Как принимать торговые решения в трейдинге? Какими навыками должен обладать активный инвестор? Какими приемами владеть? Как влияет на рынок новостной поток? Как определить новые тренды на рынке и время их разворотов? Какое место занимает технический анализ в процессах принятия решений? Что такое торговые коридоры? Как нащупать дно рынка? Как считать торговые сигналы? Книга финансового аналитика и инвестора Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» для трейдеров и инвесторов, которые хотят найти ответы на эти и другие вопросы. Материал выстроен на основе опыта трейдинга на валютном рынке. Однако эти же принципы, подходы и технические приемы применимы и классическому фондовому рынку. Купить книгу Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» можно по ссылке книги под этим видео.